Геннадий Степанович Спирчегов 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 Они все делают для того, чтобы мы с вами, как потребители, проигрывали. Что недопустимо, конечно, с точки логики развития самой экономики, с точки логики контроля за антимонопольным законодательством. И, допустим, по сравнению с 2015-2016 годом, вот рост антиконкурентных соглашений таких буквально составил 15%. Это первое. Второе. Игорь Юрьевич Артемьев говорил о том, что несмотря на большие изменения в законодательстве о закупках, допустим, у нас по-прежнему остаются также большие проблемы в том отношении, что органы власти очень часто разрешены. Они разрешают заказчикам заключать договора с единственным поставщиком. Но, в первую очередь, это касается, конечно, федеральных органов власти, в том числе даже и правительства Российской Федерации. По 2016 году, допустим, такой объем закупок составил свыше триллиона рублей. Огромная сумма для России. И третий вывод был в присутствии средств массовой информации и телеканалов всех наших российских о том, что в последние два года активность между ФАС и правоохранительными органами снизилась. Несмотря на большой объем передачи нашей информации в целом по стране, в целом по России, в правоохранительные органы, результативность возбуждения уголовных дел и реагирования со стороны правоохранительных органов резко упала. С чем связано это, неизвестно. Делается анализ. И, видимо, как вы говорили, будут какие-то решения, возможно, на уровне президента или на уровне правительства. Во всяком случае, в правительстве сейчас вновь появилась точка зрения на то, чтобы Федеральной антимонопольной службе придать функции оперативно-розыскной деятельности, как в полиции, как в Следственном комитете. У нас нет. У нас нет такого, не было. Но в Европе, в Соединенных Штатах все антимонопольные органы являются правоохранительными органами. В целом, вот о коллегии. Вот вы уже сказали про картели. Да получается, что итоги аукционов фактически определены заранее. А вот какие-то по Ульяновской области конкретные примеры есть? Мы вскрыли такой картель в 2010 году. Это был картель по муке в Дмитровграде. Мы доказали эти нарушения в судах. Виновные хозяйственные субъекты были оштрафованы, в том числе и их должностные лица. После этого картеля на рынках продуктовых не было. Что касается, вот как говорится, торгов или нарушений законодательства о закупках, вот по этой линии по состоянию картелей, больших у нас в Ульяновской области совершенно не было. Небольшие и мелкие по строительству, это тоже было в 2013-2014 году. Мы их пресекли, нарушения были выявлены. И, что хочу сказать, многие у нас документы, да практически все, что касается свыше 10 миллионов рублей, мы нарушения отправляем в правоохранительные органы. У нас есть приказ Федеральной антимонопольной службы, что все замечания, неважно, есть там признаки уголовного преступления, нет, мы перенаправляем в правоохранительные органы. А вот за прошлый год какие-то были возбуждены уголовные дела? В прошлом году были возбуждены уголовные дела. По нашим заявлениям их несколько. Но одна из тем, она довольно-таки известна в Ульяновской области. Это ситуация с газопроводами в Сурском районе. Об этом писали и газеты. Не хочется повторяться. По телевидению были репортажи. Ну, там буквально несколько должностных лиц Сурской администрации районной не исполнили наши предписания, не исполнили решения арбитражных судов. Вот в отношении должностных лиц были возбуждены уголовные дела Следственным комитетом и Службой судебных приставов за неисполнение решений суда. Были штрафные санкции наложены, в том числе и с нашей стороны несколько раз. Вот ждем по статье 285, чем закончится. Ну, вот уже в этом году Следственный комитет возбудил, буквально недавно, я к торгам возвращаюсь, что при проведении электронных аукционов и торгов, заключении госконтрактов, сотрудники областной больницы, там, по факту хищения, да, более миллиона рублей, нарушений, да, со стороны руководства больницы, Вот возбудили уголовное дело, следственные органы. И схема повторяется, получается, с томографами. Та же ситуация была, да? Вы знаете, вот по томографам все как раз началось с жалобы в ФАС в свое время. А, то есть, ну, а тут... То количество лет, которое прошло, многие, может быть, забыли, но когда рассмотрели эти жалобы, увидели, что неправомерно, значит, были, было одно предпочтение, я вот не помню, Филлипс и Сименс соревновались вообще-то, да, и вот Минздрав, Незаконно сделал победителем вот одну из этих фирм. Вот. И когда мы сделали таблицу технических характеристик, было явно, что победителем должен был другой. Мы передали тоже в правоохранительные органы, то есть в МВД, в прокуратуру и ФСБ. И затем вот на основании вот этих посылок, этих материалов, уже используя свои инструментарии, правоохранительные органы, вот, раскрутили тогда это дело, и были посадки. В данном случае, конечно, уровень намного меньше, там были десятки миллионов, здесь сотни тысяч миллионов, но здесь, наверное, немножко другое. Там были замешаны должностные лица правительства, Министерства здравоохранения, здесь областные, вернее, значит, врачи непосредственно, которые входили в комиссию по утверждению объема закупок для областной больницы, технических таких характеристик, которые они сами создавали. В чем специфика? То есть один из врачей входил в эту комиссию и, по сути дела, он определял, что нужно по этому направлению областной больницы. Вот. И некоторые технические характеристики, конечно, были составлены так, чтобы многие производители не смогли вообще участвовать в этих торгах. И у нас были жалобы год назад и два года назад, и мы это рассматривали. По своей линии, по своей компетенции мы, значит, останавливали некоторые, накладывали штрафные санкции и также передавали в правоохранительные органы. Но то, что касается непосредственно того, что нашли правоохранительные органы, это чисто их тема, оно полностью к нам никаким образом не относится. Поэтому то, что если будет все это доказано, это просто лишний раз будет подтверждение того, что те организации, которых отстраняют от закупок или те неравнодушные, которые видят эти нарушения, все-таки необходимо писать жалобы и заявления. Вот это яркий пример того, что если суд, конечно, подтвердит виновность должностных лиц и врачей областной больницы, что нужно писать, потому что наше решение потом трансформируется, уходит в правоохранительные органы. И если все это нормально и все сделано правильно, судами поддержано, конечно, это в дальнейшем экономия для бюджета Ульяновской области. Ну вот еще одна такая больная тема, это питание в больницах, в детских садах, в школах. Жалобы поступают к вам на торги по организации этих услуг питания? Да, поступали жалобы ежегодно. Такие жалобы поступают ежегодно, иногда и от родителей, но мы не рассматриваем по, значит, фактам госзакупок заявления от физических лиц. Сама служба антимонопольная – это не прокуратура. Вот прокуратура может рассматривать любые заявления, да? У нас рассматриваются жалобы о заявлении хозяйственных субъектов, то есть те, которые занимаются экономической жизнью, хозяйственной жизнью. Это индивидуальные предприниматели, это акционерные общества и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому по торгам жалобы поступали, мы видели это, и ежегодно, ежегодно буквально, кризисная ситуация возникает между участниками рынка, друг на друга жалуются обычно и жаловались всегда. Были штрафные санкции, передавались материалы в правоохранительные органы. Но вот если говорить в целом, чтобы все понимали, ведь несколько лет назад были аукционы по питанию, и возможность было выиграть только за счет снижения цены, и все принимали участие. Сотни тысяч писем пришли тогда в правительство Российской Федерации и сказали, что не должна фирма, которая образовалась вчера, и которую организовали два студента, например, кормить больницу большую, или детский садик, или школу. Должен быть опыт. Поэтому правительство Российской Федерации внесло изменения, после чего убрали аукционы и питание только через конкурсы. Почему конкурсы? Там присутствует субъективный момент. Заказчик имеет право за опыт работы добавить баллы. И поэтому, если был аукцион, могла выиграть одна фирма, при конкурсе новые фирмы практически отметаются. Если сумма большая, допустим, контракт, там, 50 миллионов, 80 миллионов, никогда там новая фирма не выиграет. Там выиграет только тот участник рынка, который уже имеет опыт работы. Поэтому есть определенный абсурд в том отношении, что законным не предусмотрено. Вот сотни школ. Что нужно? Законно совершенно сделать по районам. Это будет законно. Ленинский район, допустим, Заволжский район, там, все школы. Можно по городу сделать, а можно просто по каждой школе. Это очень много документации. Это нужно все делать. Поэтому, когда говорят, а вот что, какие-то монополисты появились. Никакие монополисты не появились. Эти фирмы были давно, они всегда работали на рынке. Их 3-4 фирмы в Ульяновской области. И я вспоминаю сюжет, когда мы разбирались с некоторыми этими организациями. Была жалоба на питание в Карамзинской больнице. И один из представителей фирмы сказал четко. Мы вообще не писали никуда жалобы. Если бы нам правительство дал какой-то кусочек. Где-то прикормиться и подкормиться. То есть, их вообще не интересовала здоровая и нормальная конкуренция. Вот дал бы правительство небольшой кусочек. Они жалобы не писали бы. Ни нам, ни в прокуратуру. Вот до сих пор жалею, что не было диктофона на столе при записи. Но есть свидетели, я сам сидел за этим столом и знаю, какая фирма об этом говорила. Зам. директора фирмы сказал. Поэтому, конечно, конкуренция есть на этом рынке. Но ведь самое страшное, больше всего жители жалуются на качество питания. Никто бы не вспоминал ни про каких монополистов совершенно, если бы было хорошее качество питания. Качества питания нет. А вот здесь тогда возникает вопрос. А что делают заказчики? Директора школ, отделы образования в администрациях, они всегда имеют право проверить это качество питания. И они всегда имеют право расторгнуть эти контракты. Я пока не видел ни одного директора школы в Ульяновской области, чтобы он расторгнул. Может быть, я не слышал об этом. Чтобы они расторгли контракты за плохое питание. Или директоров детских садов. Поэтому, при чем тут монополизм? Каждый должен выполнять свою работу. Вот мы выполняем в процессе размещения материалов в интернете. Все. Качество ФАС вообще не контролирует и не контролировала. Это разбирается заказчик абсолютно. Можно, пожалуйста, в Роспотребнадзор. Можно в прокуратуру, пожалуйста. Но почему-то иногда обвиняют там ФАС. А вот качество питания плохое. А при чем тут ФАС? Есть директора школ, есть глава администрации районов, есть отделы народного образования, которые отвечают за это. Ну, в первую очередь, конечно, директора школ. Или там главврачи больницы. Ну, вот уж сколько поперечислить ситуации. Контрактная система работает ненормально, да? Вот что нужно? Как изменить ситуацию, чтобы она заработала? Как положено. Вы знаете, она как бы работает нормально в том отношении, если сравнить с 2005 годом, когда ее не было. Да, когда ее не было. Понятно, что каждый год она совершенствуется. И то, что контрактная система появилась в 2014 году, это была идея не федеральной антимонопольной службы. Лоббировала, ну, в хорошем смысле или в плохом, это Министерство экономического развития Российской Федерации. Вот, во главе с Набиульной. Набиульна перешла в Центробанк. Вот. ФАС в свое время и прокуратура генеральная была против контрактной системы, то есть 44-го закона. И нас поддерживало Министерство финансов тогда. Мы предлагали, ну, наше руководство предлагало оставить старое законодательство, 194-го закона, его только усовершенствовать. Но вот оппоненты говорили, что вот как примем бы 44-й контрактную систему, и все заживут хорошо. И заказчики, и органы власти, и потребители, и участники рынка, то есть участники торгов. Этого не произошло. И я думаю, не скоро произойдет, потому что жизнь всегда вносит коррективы, и практика вот совершенно разнообразная. Это действительно так. Даже мы в ходе разбирательства вот находим лазейки в законе, которым используют участники, да, пользуются, и постоянно направляем вот предложения по закрытию этих лазеек или по изменению самого законодательства в Москву. Но это раз в год происходит, когда аккумулируются такие идеи и предложения, правительство рассматривает и вносит в Госдуму. Поэтому ежегодно практически появляются изменения, и я скажу, что они положительные. Ну, допустим, вот до этого года МУПы и ГУПы могли без торгов тратить бюджетные деньги. То есть муниципальные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия, им выделял субсидии, допустим, 50 миллионов, и какой-то МУП без торгов спокойно их тратил. Вот ФАС добился того, что с 1 января все ГУПы и МУПы этого года, да, будут проводить аукционы, конкурсы, то есть будут проводить торги. Почему торги нужны в первую очередь, чтобы все понимали? Кабы не обвиняли, вот, систему закупок, да, по той же Ульянской области ежегодной экономии 700-800 миллионов за счет торгов. То есть вы представляете, сотни миллионов рублей. По России умножаете эту вещь и получается уже миллиарды. По России это миллиарды рублей экономия. А кроме того, торги ведь приводят к тому, не просто к снижению цены, они приводят к реальному участию конкуренции между хозяйственными субъектами. Ведь раньше не было такой. Я, как глава администрации, допустим, мог любую дорогу отдать кому-то, там, зятю, свату, там, еще кому-то. Вот, хотя в некоторых областях, и даже у нас есть пример, когда вот без торгов вот на улице Гончарова 120 миллионов, пожалуйста, заключили контракт и вперед с песней. Вот. Сразу понятно, что город потерял порядка, за счет этого договора, я не говорю о коррупционной составляющей совершенно, это дело правоохранительных органов, но 10-12 миллионов город потерял. Сразу. Если были бы торги, ясно, что этот контракт, кто-то выиграл, допустим, через аукцион, не за 120, а за 110 или за 105, возможно, миллионов, а может и за 100. Бывают такие случаи. По дорогам тоже, как в питании. Должностные лица, которые должны принимать качество этих дорог, они их не принимают, просто подписывают бумаги. Я думаю, что и областные органы власти, и правоохранительные органы власти, и федеральные органы власти, которые отвечают за качество контракта, то есть за исполнение этого контракта, просто должны усилить ответственность этих должностных лиц. Тогда и дороги у нас будут лучше, как и питание. Еще одна тема, которая на слуху, это лекарства. Ну вот в прошлом году вашим коллегам впервые за всю историю удалось снизить цены на самые дорогие лекарства. Это вот достижение такое у вас. Вы знаете, вот антимонопольная служба должна, конечно, заниматься в большей, значит, своей области тем, что лежит в ее названии. То есть борьбой с монополиями. В данном случае что произошло? Увидели, что некоторые лекарственные средства, которые продаются у нас в Российской Федерации, в составе, то есть появляются новые лекарственные средства, в новой упаковке с новым названием, да, а содержание таблеток остается прежним. Ну, условно, для примера, вот НОШПА, да, допустим, придумывается новое название, получает, значит, фармацевтическая фабрика или предприятие лицензию, новая красивая упаковочка, а цена в пять раз дороже. За счет чего? Конечно, это цель производителя, получить максимальную прибыль. Смотрим, а в Белоруссии или в Казахстане, или где-то, тоже появляется похожий продукт, но он стоит нормально, в пять раз ниже. Вот ФАС представил отчет правительства, что нужно использовать метод сопоставимых цен. То есть с Европой, со странами СНГ, по новым лекарственным препаратам. И когда проверили первые 112 препаратов, новых, которые вышли на рынок, оказалось, что там старое содержимое в таблетках этих, да, а цены там в несколько раз завышены. И буквально уже в течение там пяти-шести месяцев заставили убрать это все, то есть вернуться к исходному, снизить эти цены. И экономия Минздрава России в целом по стране за шесть месяцев буквально составила пять миллиардов рублей. Это вот маленький пример. Но работа продолжается, и я знаю точно, что в этом 2017 году, вот по новым лекарственным препаратам, такая работа будет продолжаться. Вот эти цены, которые там 600, 800, 900 рублей, они должны снижаться, если эти лекарственные препараты производятся у нас. Более того, мы сейчас в Федеральной антинопольной службе замахнулся и на гигантов европейского и мирового уровня. То есть возбуждены дела против Гугла, Макросавта, да, против крупных фармацевтических компаний тоже. Почему? Потому что получается, что иногда какая-то компания, допустим, фармацевтическая, продавая в Германии лекарства по одной цене, нам поставляет в два-три раза больше. Понимаете? Поэтому в аптеках такие большие цены. И вот сейчас уровень уже профессионализма сотрудников достаточно высокий, допустим, в центральном аппарате, да, есть попытки, и я думаю, могут увенчаться успехом, заставить эти компании снизить цены при поставках этих лекарственных средств в нашу Российскую Федерацию. Будем надеяться, что так произойдет тоже. — И еще одну тему хочу напомнить. Вот антимонопольная служба получила полномочия по регулированию тарифов еще полтора года назад. Вот с чем после этого столкнулось ваше ведомство? — Да, вот, кстати, тоже на коллегии прозвучало несколько выводов по этим вопросам. Даже был проведен очень большой семинар с участием органов власти, директоров департаментов и так далее. Ну, чтобы понимали, допустим, слушатели, тарифы, большие тарифы на транспортировку нефти и так далее, утверждается теперь, после того, как Федеральная служба по тарифам упразднена, Федеральная тимонопольная служба. А все, что касается местных тарифов, то есть то, что мы платим за свет, за воду, за газ здесь с вами в Ульяновской области, все это утверждает Министерство экономического развития Ульяновской области. В структуре Министерства существует департамент по ценам и тарифам. Вот. И они утверждают в рамках параметров, которые заданы вот ФАС России. Допустим, от 4 до 7 процентов. Область может здесь вот поставить свой тариф по электроэнергии для физических лиц, допустим. Или водоканал, водоотведение там, там, водоснабжение. И выпрыгнуть из этого барьера уже не могут. Самое главное другое. То, что в крупных монополиях, которые были монополистами по тарифам, та же железная дорога, та же транснефть, значит, и так далее, и так далее. При разборе вот всех документов в тарифах выяснилось две уникальные вещи, которые сейчас ФАС старается закрыть, тем, не закрыть, вернее, а удалить вот эти причины. Первое. За счет инвестиционных составляющих эти монополии российского масштаба очень много наелись, в кавычках. То есть тарифы были неоправданно высокие. И при анализе вот тех тарифов и документов было вскрыто, что в инвестиционную составляющую вместо модернизации сетей, вместо модернизации, значит, ну вообще вот электросетей, всех составляющих там, теплостанций и так далее, вот вскрылся, да, недавно, проводились международные конференции, в том числе за рубежом, с тратой десятков миллионов рублей. Ну, сами знаете, содержались клубы футбольные, там, телеканалы, реклама и так далее, и так далее, что не должно входить в инвестиционную составляющую. Кстати, президент поддержал вот идею федеральной этимонопольной службы, чтобы это все ушло из тарифов. И сейчас ФАС проводит очень большую работу, чтобы это все исключить из тарифов, чтобы это нагрузки не было. Более того, буквально вот недавно на Госдуме наш руководитель предложил Государственной Думе Российской Федерации заморозить тарифы на пять лет, на все тарифы, вообще на все. Конечно, было бы здорово, но пока депутаты не поддержали почему-то эту идею, и было бы это очень хорошо и для хозяйских субъектов, и для экономики. Все бы понимали прекрасно, что и через три года будет тариф на свет такой, да, и на воду, и так далее. Можно было проще прогнозировать свой бизнес бизнесменам, да, и крупным предприятиям, и мелким, и даже для бюджета хорошо, потому что и бюджетные организации понимали, что и через год, и через два тариф не изменится на воду и тепло, и так далее. А третий момент по тарифам обнаружил, что в стране существует сотни просто постановлений правительства Российской Федерации, писем министерства разных, которые абсолютно противоречат друг другу, абсолютно. И существует разнообразная законодательность, допустим, тарифы образования о водоснабжении, есть отдельный закон, о газоснабжении, об электроснабжении и так далее. И тарифы все разные. И нет единой основы, единого фундамента, чтобы человек нормально все это понял. Даже профессионалы между собой спорят, юристы спорят. Суды принимают сотни решений, противоречащих друг другу. Беря за основу один закон, другие юристы берут другой закон на постановление правительства и доказывают друг друга. И мы эти решения видели судебные, которые противоречат друг другу, разных регионов. Поэтому вот задача, которую поставил руководитель ФАС сейчас, во всяком случае для центрального аппарата, чтобы принять один закон, который будет называться об основах тарифного регулирования в Российской Федерации. Чтобы каждый гражданин мог прекрасно понимать, что такое тариф, как он складывается, и чтобы эта основа была для тарифа образования в разных областях. И по воде, допустим, и по газу, и по электроэнергии все было прозрачно и понятно. Более того, некоторые выступающие говорили о том, что, видимо, вот так было устроено вся система тарифа образования, да, вот последние 10 лет, что специально, чтобы профессионалы даже не понимали. Не то, что мы с вами там, или журналисты, да. Вот. Задача ФАС сейчас упростить все это. Сделать абсолютно прозрачным и понятным. Спасибо. Ну, и прежде чем завершить наш разговор, я хотела вот такой вопрос задать немножко каверзный. Почему вы отсутствуете в соцсетях? Вот сейчас модно заводить блоги, выходить в Инстаграм, а вас там нет, Геннадий Степанович. Да, действительно, в сетях меня нет. Но, во-первых, мне это не очень интересно самому, да, соцсети. Во-вторых, очень много работы, очень много работы, да. В-третьих, то, что необходимо и то, что нужно в плане информации о работе, допустим, нашего управления, все это на нашем сайте есть. Более того, этот сайт по сравнению с другими органами власти очень прозрачный, очень насыщенный. У нас ежедневно 5-6 новостей бывает на этом сайте. Кроме того, опять-таки, в отличие от многих органов власти, у нас публикуются документы. У нас решение комиссии о проведении рассмотрения какого-то дела. У нас решение по рассмотрению жалоб на госзакупки. У нас даже есть там протоколы КААПа на ту или иную организацию. Чем могут похвастаться немногие органы власти? Поэтому все достаточно прозрачно. Если бы журналисты хотят разобраться в том или ином вопросе, абсолютно они могут это сделать. Просто открыв наш сайт, посмотрев новости, посмотрев решения, посмотрев документы. Ну и мы всегда открыты для интервью. Во всяком случае, любая газета, любая СМИ, которая нам присылает вопросы или задает вопросы, мы всегда отвечаем. Спасибо большое. До свидания. До свидания.